Приветствую! В этом видео мы сделаем обзор небольшой на кисти, протестируем их в действии и я скажу свое субъективное мнение. Я приготовил, казалось бы, с виду большое количество кистей, на самом деле их по типу здесь всего чуть-чуть, да, ну то есть вот такая совсем, какая-то хозяйственная, не знаю как объяснить, да, для малярных работ, наверное. Но мы ее тоже протестируем и посмотрим, как себя будет вести щетина. Вот, а так здесь большое количество, вот так сейчас мы их отберем, вот, да, и по факту можно разделить на две большие группы. То есть первая группа, вот эти вот кисти, которые китайские для каллиграфии, они принципиально отличаются конструкцией тем, что у них даже, вроде бы, на самых маленьких кисточках очень длинный ворс, да, то есть сравнить, если с обычной синтетикой, ну да, это вторая большая группа, это обычная синтетика, которая продается у нас во всех художественных и магазинах констоваров. Я вот взял такую большую синтетику, не вижу даже какой фирмы, ну и неважно, да, то есть это большая синтетика, такой обычно покупают для работы акрилом, например, вот, что-то есть вот такой вот Рублев, вот, белка, ну хотя на ощупь она что-то какая-то уже поношенная белка, ну то есть большие белки, если вы когда-нибудь покупали, знаете, что на ощупь они очень мягкие. Вот, вот это что-то вообще неизвестной марки, и Малевич номер 5, тоже синтетика, я такие кисточки покупаю для каллиграфии на самом деле. Вот, сделаем обзор на эти кисти, потому что эти достаточно просто купить, прям буквально в любой рабочий день вы сможете сходить и приобрести их где-то. Но сейчас ни для кого не секрет, что на Алиэкспресс вот эти кисти для каллиграфии, их можно купить, тут вопрос только времени доставки. И я вам скажу, что они достаточно дешевые, да, например, вот такая вот огромная, да, кисть, ворс у нее 7 сантиметров аж, сама кисточка, ну, сантиметров 20 с лишним. Вот она стоила рублей 250, мне кажется, не больше, и она очень удобна для рисования фактур, скал, ну, на практике вы уже это увидите. На ощупь могу предположить, что это коза. Эту кисть я покупал у мастера каллиграфии, у китайца прям, который живет в Санкт-Петербурге. Я был на мастер-классе, у него купил, он ее сам выбирал, да, это его выбор. Она действительно очень хороша в плане того, что ворс достаточно хорошо держит форму. Ну, видно, 4,5 сантиметра ворс. Вот эта кисть куплена с Алиэкспресса и видно сразу по конструкции то, что бамбуковая палочка, видите, уже после нескольких разов, а то и десятки разов после воды, рассыхается, лопается. Ну, и заранее сразу скажу, что еще и весь ворс может вообще вылететь целиком оттуда. Очень дешевый, я не помню, на вскидку там, да, за три кисти наборами обычно продаются, там, рублей 150-200 всего. Но тоже попробуем в действии, как она будет работать с водой. Вот это видно по конструкции, что это был набор, и они там немножко разной длины. Также где-то кисти по три продается, 4 сантиметра, 3 сантиметра, ну и там, скорее всего, было еще что-то. Это уже достаточно все дешево. Так, это тоже опять видно по конструкции, что палочка бамбуковая. В общем, видите, здесь еще был держатель, да, вот такая веревочка, потому что их удобно хранить и сушить в подвешенном состоянии, в вертикальном. Для этого продаются специальные подставки, там же на Алиэкспресс, либо, как вот у меня в студии, может быть, видели, накнопил кнопочек и понавешивал кисточек. Так, и, значит, для совсем мелких форматов такие же эти кисти. Но, что я могу, опережая весь обзор, сказать, конечно же, цена очень сильно влияет на качество даже не самой конструкции, хотя видно, да, вот эта вот кривая кисть, насколько удобнее, чтобы все-таки, конечно, они были хотя бы ручки сами ровные. Вот, ну и бывают такие кисти очень дешевые, у которых нет вот этой петельки. Видите, я сам привязал, чтобы их после мытья, после промывки хранить в вертикальном положении. Честно скажу, что я пользуюсь, конечно же, не всеми размерами, но это зависит от формата вашей работы, то есть, что, какие детальки, мелкие кисточки, конечно же, нужны, да, очень тонкие вещи какие-то прописывать. Но, как и вот эта большая, крупная, на самом курсе, вы увидите, как достаточно быстро и фактурно можно делать. Ну и тестировать будут самые простые мазки из данной техники, да, то есть, элемент земля, ну и очень важно, почему важна длина кисти, потому что кисть мы в практике кладем целиком полностью. И в зависимости от длины ворса у нас будут настолько длинные, мы сможем сделать штрихи. Вот, ну и еще обязательная часть, это покатать ее вот так, сделать элемент вода. Ну и если посложнее взяться, то нам что еще нужно от кисти, такая важная часть, это смешать, на самом ворсе смешать разной концентрацией краску. То есть, у нас она основная, вот она серенькая, да, и нам можно кончик сделать черненький. Ну вот, из-за того, что кисть маленькая, в смысле ворс маленький, да, это будет сложнее делать. Вы увидите разницу, как это будет хорошо работать с большим размером. Но при желании, да, давайте еще раз. Вот, например, да, вот так промыв, то есть, более-менее такая светло-серая краска у нас получается на кисти, и мы делаем кончик черный. Моментально впитывает. Но при желании, можно и такой научиться пользоваться. Так, следующая кисть. Следующая кисть Малевич. Достаточно остренькая, сразу можно сказать по ней, что из-за вот этого острого кончика, очень удобно будет прописывать какие-то очень тонкие вещи. Да, рисовать бамбук какой-то, на веточке, либо еще что-то. Ну и также пробуем, да, вот. Уже сразу видно, что даже казалось бы, смотрите, с предыдущей кистью примерно такой же размер, но работает она намного лучше, потому что градиент получается четче и лучше. Это большой плюс. Да. Прекрасно, как она ложится еще вот так, посмотрим, да. Ну вот, можно сказать, что обычным вот таким вот Малевичем с синтетикой уже можно переступить к живописи. отлично, ну и точно, конечно же, да, какие-то мелкие вещи прорисовывать будет проще. Эту кисточку я рекомендую, конечно же. Так, давайте тут же попробуем белку. Вот, смотрите, как нам еще лучше работает, да. Все-таки кисти для акварели. И так как мы работаем очень много с водой. Ну, в общем, белка хороша, единственное, что меня смущает, это, видите, как она достаточно плохо держит форму. Да, зато отличный, прям шикарный градиент. И смотрите, даже можно сделать хорошую фактуру. То есть, если перейти к той технике, когда нам нужна полусухая кисть, то с белкой это можно будет сделать. Ну, скажу так, что можно за неимением ничего другого, да, белка себя тоже достаточно хорошо ведет. Ну, вот она у меня уже сейчас полусухая, но и обратите внимание, какие красивые можно делать фактуры. Зачем вы это потом поймете? Следующий, это синтетика. Бессемянная, не знаю, закрасилась, что это за синтетикой. Возможно, рублев какой-нибудь опять. Вот, синтетика, достаточно большой ворс. Давайте попробуем сначала смочим. наберем на нее из-за того, что ворса побольше, да, чуть-чуть чернил будет больше уходить. Так, есть серый, есть. И теперь кончик делаем черным. Да, достаточно тоже, смотрите, хорошо, можно делать градиент. Ну, длина ворса, да, с такой кистью хочется сразу больше. Так, попробуем другие элементы. Ну, опять же, да, из-за большого количества самого ворса, и плюс еще, смотрите, да, вот когда вот так произошло, это тоже плюс, на самом деле. То, что такой штукой рисуют. Ну, вы уже поняли. Ну, и да, можно. Ну, например, видите, что градиент, из-за большого количества ворса, из-за того, что синтетика очень легко, все быстро вода впитывает, градиент достаточно непросто поймать. Ну, возможно, это будет, я так предполагаю, да, не с тушью, например, а с гуашью. Но зато, смотрите, какие можно делать великолепные фактуры. Это тоже, безусловно, плюс. Ну, то есть, если не основной кистью, но в комплект бы я себе такую точно бы завел. Какое резюме могу дать по обычным кистям, которые можно приобрести в любом художественном магазине? Ну, вот, совсем безымянная, которая кисточка, я даже не знаю ее стоимости. Ну, вот она, соответственно, да, самая, как это сказать-то, самый низкий уровень ее пользования показала. И уже, начиная с обычных, вот с таких остроконечных, вот пятерка Малевич, белка себя так же хорошо ведет. Единственный у меня к ней вопрос, что она форму не так хорошо держит, как синтетика. И большая синтетическая кисть, 3 сантиметра ворс у нее, так же себя хорошо ведет. Ну, то есть, к примеру, я бы что сделал, да? Я бы рекомендовал взять, вот, например, вот так две, да? Фиг бы с ней с белкой. И этих двух кистей вам хватит на долгое время практики. Ну, давайте перейдем сначала к промежуточной. Это вот такая большая хозяйственная кисть. Щетина. Размер щетины здесь 4,5 сантиметра. Ну, то есть, это большая дюймовая кисточка. Что ей можно делать? Почему я ее хотел сегодня с вами попробовать? Ну, соответственно, и краски на нее надо побольше. Ну, вот при приближении вы увидите вот эту фактуру. То есть, и такой даже кистью это хорошая замена будет, к примеру, вот для таких вот длинных, смотрите, китайских кистей. То есть, для прописи, ну, как бы, для рисования того же бамбука, например, вам за один жест захочется в большом формате сделать вот такой длинный градиент. Ну, так вот, это можно будет сделать с помощью вот такой обычный, смотрите, какой прекрасный градиент. Ну, и плюс, если ее еще можно, можно. Можно при хорошо, хорошо достаточном опыте пробовать и фактуры делать. Да, смотрите, какие хорошие. Она, конечно, не круглая, но при хорошем достаточном опыте можно от нее и получить. В общем, тоже как не основная кисть, но кисть для нанесения больших штрихов и фактур тоже можно себе в комплекте иметь. Ну, и перейдем к китайским кистям. Здесь я начну от обратного, я начну с самой большой, потому что для меня зачем, да? Ну, понятное дело, что это для очень больших форматов, в основном для фактур, для больших, да? И вот на сухую сейчас вы увидите, да, попробую я провернуть это. То есть я ее целиком сразу специально не смачивал, потому что на сухую можно делать вот подобные большие фактуры. что с ними делать, это уже вопрос, который мы будем с вами разбирать на курсе. Вот, рисовать именно кончиком такой кистью, ну, смотрите, да, то есть может быть например, для каких-то опять же больших форматов какую-нибудь ель. Сам однородный кончик, он немножко не держится, конечно же, но мы попробуем целиком ее размочить. Очень-очень крупный размер. И при желании, хотя можно, смотрите, на, в принципе, кончик подсобрать и такой кистью попробовать. Ну, я предполагаю, что чтобы все-таки ворс посерьезнее держался, наверное, все-таки стоит что-то подороже 100-200 рублей выбирать. Ну, кстати, смотрите, да, и даже такой кистью достаточно удобно делать и более тонкие вещи. да, можно. Можно и такой кисточкой. Ну, из-за того, что все-таки такой большой формат, да, надо и не А4 выбирать, а что-то посерьезнее. Вот, то есть это отдельная просто такая в комплект, не основная кисть из-за своего такого, конечно, большого размера. Фактуры, специальные такие фактуры для пейзажей, они пригодятся. Ну, и ради любопытства я сначала возьму вот эти две, вот эти две, которые, я вам говорил, что очень плохо себя ведут, в плане, что у них ворс очень плохо держится. Давайте их просто протестируем. я ее сразу также целиком размачиваю, набираю чуть-чуть на нее цвета, чтобы был и пробуем сделать градиент. Ну, даже самая плохая китайская кисть и то себя очень хорошо ведет. Вопросы к кончику к острому, да, потому что такой кистью хочется писать уже. Ну, и вот видно, да, что сам кончик даже штриха не так просто собрать в один. Фактуры легко делать градиенты такие тоже можно. Ну, в принципе, то есть, если, к примеру, у вас в комплекте будет что-то такое, и для более мелких деталей вот такая кисть, то шикарная пара, да, вы сможете очень много что с ними сделать. такая на троечку, да, и с другой стороны можно вот эти все ее качества, то, что она вот так себя не очень хорошо ведет в плане не держит форму, наоборот, это используется в сильную сторону, ну, то есть, это тогда уже про фактуры больше. Попробуем эту на предмет. есть у меня на кисточке вот такой светлый цвет и попробуем кончик и подсобрать. Достаточно, а, ну вот, смотрите, сразу видите, как она себя ведет. такой в экспрессивной манере, то есть, вот, видите, вообще не держит форму, каждый раз ее подсобирать тоже не камильфо, потому что штрих хочется иногда закончить очень остро, а у нее так не получается. Тонкие линии, понятно, сможем, фактуры сможем, да, с водой работать сможем, но совсем не держит форму. И дальше качественнее чуть-чуть кисти. Начну я вот с этой вот, с прорекламированный из большой достаточно кисточки, которая очень хорошо держит форму. также набираем сначала серый цвет на нее. Получше, да, чем предыдущие. Но у нее и размер побольше. хорошая хорошая кисть. В плане икончик все равно держит она. То есть мелкие детальки можно ей писать. все-таки цена имеет значение. Так, как работает и фактуры можно делать красивые и заливки. да. Ну, номер один сто процентов. эти две кисточки, они очень близки друг к другу, да, то есть я даже одну наверное не буду пробовать, возьму поменьше чуть-чуть. и останутся у нас вот совсем две мелкие. Так, сначала беда тоже самое, да, то есть все, любая китайская кисть как будто прям предназначена для этого и очень хорошо себя ведет. И фактуры, и тонкие какие-то вещи. Ну, хотя, видите, вот чуть-чуть она подешевле и у нее кончик все-таки уже не так она держит. Ну и плюс здесь еще такой коричневый ворс, я к сожалению не знаю кто это, да, кто это может быть? Медведь? Хотя, смотрите, да, при должном опыте и такой кисточкой и даже вот так ее, да, вот это тоже необходимое такое приятное качество, что ее можно вот так как-то сказать, размахрить, чтобы пописать какие-то такие вот травинки. Хорошая кисть тоже. И осталось у нас всего две. Это вот эти тонкие, но тонкие, понятное дело, это уже очень тонкие вещи какие-то выполнять. Давайте протестируем вот эту сначала маленькую, потому что она вроде бы ни для того, ни для другого, непонятно мне. Если уже заказывать хотелось бы большую сразу. Ну, в принципе, смотрите, так же себя хорошо ведет. Вот это, кстати, может быть кисть для четвертого формата как раз хороша. Длина ворса у нее 2,5 сантиметра. И не так много в объеме этого ворса, например, в сравнении с синтетикой обычной. Так. Ну-ка. Да, можно, в принципе, с водой, но не хватает длины ворса для более плавного градиента, так скажем. То есть, вот когда серенький и кончик. Хотя при желании можно. в принципе, тоже неплохая, но не самый лучший вариант. Я бы сказал, что основную кисть хорошо бы иметь 3 сантиметра и больше. И, конечно же, приятно вот такая вот тоненькая, маленькая. Но здесь я даже не знаю, стоит ли ее тестировать в плане градиента, потому что это все-таки такая тоненькая для удобства и прописывания очень тоненьких, мелких вещей каких-то. для деталировки какой-то. удобненько. Ну вот, по кистям все. Какой вывод по китайским кистям я могу сделать? Например, вам хватит одной вот такой крупной кисти сантиметра 3-4. Это уже точно. Достаточно иметь одну такую кисть и вы уже сможете практиковаться достаточно долго и во многих направлениях. Ну и для удобства можно завести что-то дешевое, которое фактурное и интересное. Большую кисть для больших форматов, размеров и фактур и вот такую маленькую. Это уже опционально. В принципе, вам хватит одной хорошей кисти. либо взять уже наборчик, где будут, например, вот если такой набор найти, то это вообще идеально. То есть крупная, средняя основная кисть и очень мелкая для деталей. Всего хорошего рисования. рисования. До новых хорошего